В Индонезии на туристов рухнула скала, есть погибшие. На Украине экстремисты из запрещенного в России правого сектора рвутся к власти. А в Канаде экстремал поднялся в небо на 150 воздушных шариках. Международный обзор продолжает наш выпуск. Экстремистская организация «Правый сектор» инициирует проведение всеукраинского референдума, на котором хочет поставить перед украинцами вопросы о недоверии действующей власти, блокировании неподконтрольных Киеву территорий и легализации добровольческих батальонов. Стоит напомнить, неонацистская организация в лице ее руководителя Яроша стала разводить бурную деятельность после событий в Мукачево, когда боевики правого сектора вступили в перестрелку с милицией и застрелили несколько правоохранителей. Большинство причастных к бойне на Закарпатье до сих пор не арестовано. В Чернигове Игорь Масийчук и Андрей Лозовой – депутаты от Радикальной партии Украины, которую возглавляет скандально известный Олег Лешко, устроили потасовку с кандидатом в нардеп и шоуменом Алексеем Дурневым. В процесс включились и другие кандидаты в депутаты Верховной Рады. В итоге шоумену Дурневу разбили лицо, журналист Василий Крутчак был госпитализирован с подозрением на перелом ребер, а бывший советник Украинского министерства информационной политики, ныне просто блогер Александр Барбашко, лишился зуба. Три человека погибли при обрушении скалы в Индонезии. Трагический инцидент произошел в провинции Восточная Ява. Одна из туристических достопримечательностей – водопад с купальней – стала смертельной ловушкой для трех местных туристов. Мужчины купались под водопадом, когда на них с высоты более 100 метров обрушилась скала. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадало не менее 12 человек. Пятеро из них доставлены в местную больницу с тяжелыми травмами.